Только в Альфа-Банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту сегодня, и мы моментально доставим ее в любую точку России. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Ни для кого не секрет, что у современных игр хватает проблем с оптимизацией. Но вот парочка из них с заядлым постоянством кочует из одного проекта в другой. Ну, например, долгий первый запуск. Свежая версия Last of Us может включаться больше двух часов. Это больше времени возврата Тенге в Steam. Но для игривых щенят сделали исключение. Почему современным ПК-боярам мешают постоянные фрезы в кат-сценах и при переходе в новые локации? Ведь у большинства стоят SSD, современные процессоры и топовые видеокарты. Это говорю не я, это свежая статистика Steam. Можете посмотреть ее в нашем Телеграм-канале. Но почему так происходит? Как можно с этим бороться? Виноваты ли вообще разработчики? На связи МК. Мы подготовились. Сегодня поговорим про бич современных игр. Компиляцию шейдеров. Поехали. И сразу возникает только два вопроса. Что такое шейдер? И что вообще такое компиляция? Не будем усложнять. Мы постоянно слышим слово шейдер в контексте разработки игр. На самом деле это просто кусок кода. Программа, которая работает на вычислительных блоках видеокарты. В современных графических API, таких как DirectX 12 или Vulkan, существует семь категорий шейдеров. Вершинные, геометрические, поверхностные и доменные шейдеры используются для формирования границ объектов 3D мира. Проще говоря, вы же видели в интернетах картинки, составленные из треугольников полигонов. Вот за это и отвечают первые четыре категории шейдеров. В дальнейшем созданную картинку нужно раскрасить и сделать реалистичней. За это отвечают пиксельные, а теперь еще и лучевые шейдеры. Эти нужны для правильного расчета освещения и затенения, эффектов прозрачности, взрывов, огня, воды. В общем, красивого отображения физики. Ну и под конец вычислительные шейдеры. Современные видеокарты отлично подходят для многих математических расчетов. Именно на такой тип шейдеров опирается NVIDIA CUDA и OpenCL. Ну а теперь еще трудятся во всяких генеративных нейронках, рисуя нам картиночки. Но вернемся к играм. Современные проекты манипулируют тысячами шейдеров для расчета красивой картинки на экране. Часть из этих кусков кода простые и легкие. Например, если речь идет о текстурировании, то есть натягивании текстуры объекта на полигоны. Это одна из тех причин, почему увеличение количества текстур в настройках игры минимально влияет на FPS. Разумеется, если хватает видеопамяти. Но при этом существуют, например, лучевые шейдеры, которые нужны для правильной отрисовки освещения и теней при помощи трассировки лучей. И едва ли нужно рассказывать, насколько сильно RTX ON роняет FPS. 4090 в 4К с трассировкой пути в обновленном Киберпанке выдает 16 кадров в 4К. Хорошо, теперь стало понятно, как тяжелые шейдеры могут негативно влиять на расчет времени кадра и тем самым снижать FPS. Но где связь между ними и фризами или долгой первой загрузкой игры? Все дело в том, что изначально шейдер пишется на высокоуровневом языке программирования. И прежде чем видеокарта сможет его использовать, процессор должен скомпилировать шейдер. Иначе говоря, перевести в понятный для GPU двоичный машинный код. Это не вызывает проблем с парой десятков шейдеров. Но когда их счет в современных играх идет на тысячи, а то и на десятки тысяч, и с каждым кадром нужно подгружать десятки и сотни новых, разработчики оказываются буквально в тупике. Вынуждены выбирать один из двух стульев, как в том самом анекдоте. А то и пытаясь усидеть сразу на обоих. Самый простой вариант скомпилировать все шейдеры в лоб при первом запуске игры. К чему это приводит, заметили бета-тестеры, вернее игроки в ремейк Last of Us, который даже на топовых ПК умудряется грузиться часами. Хотя, надо сказать, тут очень важно умение программистов правильно распоряжаться библиотекой шейдеров и многоядерностью процессоров. В самом худшем случае будут компилироваться абсолютно все шейдеры, даже и те, которые не нужны на конкретной системе. И использоваться для этого будет лишь одно ядро. Как показывают тесты, с оптимизацией компиляции, консольные программисты из Nighty Dogs справились так себе, что и вызвало бурю негодования от скучающих перед прогресс-барами ПК-геймеров. Второй вариант – компилировать шейдеры по мере необходимости во время самого игрового процесса. Как итог, это здорово снижает время загрузки игры. Только вот платить приходится повышенной нагрузкой на процессор и накопитель, которым приходится работать не только с текущими данными, но и думать наперед. С учетом высокой вычислительной сложности современных игр, это гарантированно вызывает фрезы в моментах, когда нужно быстро скомпилировать сразу же много шейдеров. Например, во время перехода в новую локацию. На деле, современные движки обычно комбинируют оба метода. При первом запуске компилируется основная часть шейдеров за разумное время, и в дальнейшем необходимые шейдеры обсчитываются во время кат-сцен или загрузочных экранов. Однако и здесь все сделать идеально не получается, особенно когда в игре огромный бесшовный мир. Рано или поздно игрок все равно забредет совершенно новую локацию, грузить которую придется на ходу и с фрезами. И тут у многих, скорее всего, возникнет логичный вопрос. А почему бы не скомпилировать шейдеры заранее и скачивать уже полностью разжеванную игру? Проблема в том, что для улучшения производительности шейдеры приходится компилировать под каждую конкретную систему, видеокарту и даже драйвер под нее. Возможных комбинаций тут тысячи, поэтому в случае с ПК заниматься предварительной компиляцией шейдеров невозможно. Более того, апгрейд драйвера вполне может вызвать их перекомпиляцию с новым ожиданием. К слову, именно поэтому на консолях игры обычно грузятся быстрее и работают плавней. Даже если мы берем пастген с жесткими дисками. Так как на таких игровых устройствах компонентная база и система жестко связаны. Это позволяет разработчикам провести предварительную компиляцию и избавить железок консолей от дополнительных расчетов. Только в Альфа-банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту сегодня, и мы моментально доставим ее в любую точку России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Можно ли как-то решить проблему компиляции шейдеров на ПК? Глобально – да. Фактически – нет. Современные игры становятся все масштабнее и красивее, что увеличивает и количество, и сложность используемых шейдеров. А с учетом тенденций по созданию бесшовного мира, у разработчиков оказываются буквально связаны руки. Используя комбинированный метод, рано или поздно возникает ситуация, когда нужно обсчитать множество шейдеров разом. И это вызовет гарантированный фриз и комментарий о криворуких игроделах. Конечно, можно вернуться к старой доброй компиляции всех шейдеров на старте. Это снимет любые проблемы с ними во время игры. Но, как показывают отзывы о Last of Us, геймеры не готовы ждать первого запуска по полчаса. Особенно с учетом того, что это будет повторяться после каждого обновления драйверов на видеокарту. Поэтому все, что остается разработчикам – это оптимизировать сам процесс компиляции. Лучше раскидывать его по ядрам и прогнозировать, какие шейдеры вскоре потребуются. Также хорошей практикой является внимательное изучение, какие именно шейдеры нужны для каждого конкретного объекта. Нередко движки для расчета тех же материалов предлагают сразу полный набор от прозрачности до эффектов ткани, которые едва ли нужны обычной текстуре земли. Выкидывание лишних шейдеров, разумеется, положительно скажется на времени компиляции. Можно ли как-то улучшить проблему с фризами самостоятельно? Да, как минимум стоит отказаться от жестких дисков для установки современных игр. И хотя такой тип накопителей все еще поддерживается, на практике они слишком медленно работают с большим количеством мелких файлов, что гарантированно вызовет множество проблем от фризов при компиляции шейдеров до неподгруженных текстур. Аналогично это относится и к процессору. Именно он в современных играх отдувается за компиляцию шейдеров, поэтому не стоит ему добавлять фоновых задач, это точно не прибавит плавности игровому процессу. Также можно использовать хитрость под названием лог кадров. Дело в том, что компиляция шейдеров – процесс второстепенный. Если CPU в игре грузится по полной, то на эту задачу выделяется слишком мало ресурсов, что и вызывает фризы при появлении новых объектов в кадре. Ограничение количества кадров разгрузит процессор и позволит ему тратить больше времени на шейдеры. Конечно, такой лайфхак снизит общую плавность картинки, но тут уже решать каждому, что важнее – фризы или высокий FPS. Использовать этот трюк можно вместе с понижением процессора зависимых настроек, таких как плотность толпы, дальность прорисовки, качество частиц и прочих параметров, которые затрагивают физику и качество отрисовки объектов. В общем, если изначально шейдеры должны были упростить жизнь программистов, а также оптимизировать и унифицировать процесс создания игр, то теперь их количество в свежих проектах выходит боком даже для современного железа. И хотя у проблемы существует гарантированное решение, большинство геймеров с ним не согласны. Едва ли кто-то хочет ждать запуска любимой игрушки полчаса только из-за того, что обновил драйвер видеокарты. Помочь решить проблему может технология Direct Storage, которая реализует в играх новую модель ввода-вывода, позволяющую разгрузить процессор. При ее активации становится возможна пересылка данных с SSD напрямую в видеопамять с минимальным вмешательством процессора и операционной системы, что уменьшит время загрузки игр до считанных секунд. Также технология позволяет переложить работу по распаковке данных с CPU на GPU. Это в том числе разгрузит процессор и позволит ему выделять больше ресурсов на компиляцию шейдеров, что может сделать этот процесс быстрее или незаметнее для пользователя. Но пока что игр с поддержкой Direct Storage только одна, далеко не самая лучшая по оптимизации и сюжету Force Pokken, но лед тронулся. Летом эту технологию должна получить Diablo 4, и если в этой игре она покажет себя с лучшей стороны, скорее всего подтянутся и другие разработчики игр. Возможно, в будущем найдется какое-то новое решение, но пока что, ловя фрезы в играх, стоит помнить, далеко не всегда в этом виноваты сами разработчики. Заходите к нам в Telegram и ВКонтакте, уверен, вам понравится та информация, которую мы с редакции там ежедневно публикуем. Все ссылочки в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся.